Точно так, как на совещание собираются ростовцы, суздальцы, переславцы, владимирцы, а о других городах не упоминается. Мы видели, что летописец жителей старых городов называет властями, которые, как и на думу, на вече сходятся, и решения их принимают жители младших городов или пригородов. Летописец говорит здесь о новгородцах наравне с киевлянами, смольнянами, палачанами. Следовательно, мы не имеем права в описываемое время резко выделять новгородский быт из быта других значительнейших русских городов. Как в других городах, так и в Новгороде, вече является с неопределенным характером, неопределенными формами. Слово «вече» означало неопределенно «всякое совещание», «всякий разговор», «всякие переговоры», а не означало именно «народное собрание», «народную думу». Мы видим, что князья сами созывают вече, имея что-нибудь объявить гражданам. Обыкновенно вече созываются князьями для объявления войны, похода гражданам. Созывалась вече обыкновенно по звону колокола, откуда и выражение «сзвонить вече». Собиралось оно на известных местах, удобных для многочисленного стечения народа, например, в Новгороде на дворе Ярославовом, в Киеве на площади у Святой Софии. В начальном периоде нашей истории мы видим, что князь собирает на совет бояр и городских старцев, представителей городского народонаселения. Но теперь, когда народонаселение в городах увеличилось, роды раздробились, то место собрания старцев, естественно, заступило общенародное собрание или вече. Мы видим иногда в летописи даже составные части вече, указывающие, что оно именно заменило прежний совет дружины и старцев. Так великий князь Изислав созвал на вече бояр, всю дружину и киевлян. В одном списке летописи читаем, что народ стал на вече, а в другом, что киевляне сели у Святой Софии. В обоих говорится, что сошлось многое множество народа, сошлись все киевляне от мала до велика. Видим, что вече собирается в важных случаях для города, например, после потери князя, когда граждане оставлены сами себе, как то случилось с владимирцами на Волыне в 1097 году. В крайней опасности, как, например, когда в том же году Ростиславичи послали сказать тем же владимирцам, что они должны выдать злодеев, наустивших князя Давыда, ослепить Василька. Наконец, вечем называется всякое собрание недовольных граждан против князя или другого какого-нибудь лица. На такие вечи начали смотреть после, как на заговоры и восстания, когда в северо-восточной Руси точнее определились отношения. Новгородцы в глазах северо-восточного народонаселения являются вечниками, крамольниками. Вече принимает значение крамолы, волнение народного. Но иначе смотрели на это в описываемое время. В 1209 году сам Всеволод III дал новгородцам позволение управиться с людьми, заслужившими их негодование. И летописец говорит при этом, что великий князь отдал новгородцам их прежнюю волю – любить добрых и казнить злых. Но если, с одной стороны, нельзя резко выделять новгородский быт из быта других старших городов, то, с другой стороны, нельзя также не заметить, что в Новгороде было более благоприятных условий для развития вечевого быта, чем где-либо. Князья сменялись чаще по своим родовым отношениям и тем чаще вызывали народ к принятию участия в решении самых важных вопросов. Народ этот был развитие вследствие обширной торговой деятельности. Богатство способствовало образованию сильных фамилий, которые стремились к более самостоятельному участию в правительственных делах. А между тем, главная сцена княжеской деятельности была далеко на юге. Сильнейшие князья не имели ни охоты, ни времени, ни средств заниматься новгородскими делами. Когда сильнейшие князья явились на севере, то сейчас же начали стеснять Новгород. Но сначала южные князья были еще сильны, и Новгород мог найти у них защиту от северных. Новгород имеет дело с младшими князьями, другие города со старшими, сильнейшими. Из этого уже прямой вывод, что вечевому быту было легче развиваться в Новгороде, чем в других городах. Мы объяснили явление веча и усиление его значения в некоторых городах исторически из известных условий времени. Но есть свидетельства, что Новгород пользовался какими-то особенными правами, утвержденными для него грамотой Ярослава I, какого же рода была эта грамота. Из условий, в соблюдении которых последующие великие князья клялись новгородцам, мы можем иметь полное понятие о правах последних. Главное, основное из этих прав есть право сопоставлять с князем посадника. Посмотрим, можно ли уступку этого права отнести ко временам Ярослава I. Главной обязанностью князя в Новгороде, как и везде, была обязанность верховного судьи, при исполнении которой он соображался с законами, имевшими силу в городе. Если бы князь родился, воспитывался и постоянно жил в Новгороде, то он знал бы обычаи и все отношения своей родины и умел бы изменять их, сообразуясь с требованиями. Но князья сменялись беспрестанно. Они приходили из стран отдаленных, из областей Киевской, Волынской, Смоленской, Черниговской, Суздальской. Князья-пришельцы не имели понятия об обычаях новгородских, точно так, как новгородцы не знали обычаев других русских областей. Отсюда, в суде княжеском, должны были происходить беспрестанные недоразумения. Для отвращения таких неудобств новгородцы требовали от всякого нового князя, чтобы он судил всегда в присутствии чиновника, избранного из граждан, знакомого со всеми обычаями и отношениями страны. А без посадника ти, княже, не судите. Вторым правом князя в Новгороде, как и везде, было право назначать правителей по властям. Но мы видели, какую невыгоду в этом отношении имело для горожан частое перемещение князей с одного стола на другой. Каждый приводил из прежней волости дружину, которая отстраняла старых бояр и возбуждала неудовольствие народа, поступая с новыми согражданами, как с чужими, спеша обогатиться на их счет. В Новгороде это неудобство было еще чувствительной, ибо смена князей происходила чаще. Отсюда второе главное условие, чтобы князья назначали в судье не своих мужей, но граждан новгородских. Но так как беспрестанно сменявшиеся князья не могли знать граждан достойных доверенности, и при том могли раздавать должности исключительно своим приверженцам, то сюда присоединялось необходимое условие, чтобы князь не раздавал властей без посадника. А без посадника те княжи не властей раздавати. Третьим правом князям было право давать грамоты, сообщать и скреплять своим именем известные права. И здесь князья-пришельцы не могли обойтись без руководства туземного сановника, ибо не знали обычных границ прав и могли вредить выгодам общественным в пользу частных лиц, к ним приверженных. Отсюда третье необходимое условие. А без посадника княже не грамотти даяти. Беспрерывная смена князей, почти всегда враждебных друг другу, влекла за собой еще другие неудобства. А именно, каждый новый князь, враждебный своему предшественнику, естественно, недоброжелательными глазами смотрел на все сделанное последнее. Чиновники, назначенные Ольговичем, естественно, не нравились Мономаховичу. Грамота, данная Мстиславичем, должна была являться незаконной в глазах Юрьевича. Отсюда каждая перемена князя влекла за собой перемену чиновников и лишение приобретенных прав. Для отвращения этого неудобства каждый новый князь обязывался, во-первых, не лишать никого без суда, без вины, должностей. Во-вторых, не пересуживать грамот, данных предшественникам. А без вины те, княже, мужа без вины не лишите волости, а грамот те не посужати. Но посадник был лицо, необходимое при каждом суде и пересуде. Если теперь в сопоставлении с князем посадника есть главная отмена новгородского быта, главное право Новгорода. И если это право уступлено ему Ярославом Первым, то посадник тотчас же после уступки права должен явиться в качестве чиновника народного, ограничивающего власть князя. Но из обзора событий мы видим, что посадник с таким характером является в Новгороде гораздо позднее. Мономах и сын его Мстислав посылают в Новгород посадников из Киева. Из этого мы должны заключить, что первоначально посадник новгородский был то же самое, что впоследствии наместник, боярин, присылаемый великим князем вместо себя из Твери или из Москвы. Но какое же значение имели в Новгороде посадники, присылаемые из Киева Мономахом и сыном его, когда в Новгороде и без них был уже князь, именно сын Мстислава Всеволод? Какое значение имел посадник при князе, как чиновник последнего, а не туземный? Естественно, что он был помощником князя, помогал ему в суде, исполнял его приказания, преимущественно же заступал место князя во время отсутствия последнего. Возможность существования посадника при князе доказывает нам пример Полоцка. Теперь остается решить вопрос, когда и как посадник из чиновника княжеского стал городовым? Если главная обязанность посадника состояла в том, чтобы заменять князя на время его отсутствия из города, то посадник всего более был необходим в том городе, где отсутствие князя случалось чаще. Но мы знаем, что всего чаще сменялись князья в Новгороде. Если князь сменялся вследствие неудовольствия, то до прибытия нового необходим был посадник, который бы заступал его место. Но мог ли оставаться посадником чиновник изгнанного князя? Смена князя необходимо влекла за собою и смену его посадника. Но кто же будет заступать княжеское место до прибытия нового князя? Необходимо было избирать посадника городом. Впрочем, и после, когда в городе находился князь, назначение посадника не изъято было совершенно из-под его влияния. Князь избирал посадника вместе с городом. Если посадник сперва был назначен князем, то срок отправления его должности, естественно, зависел от воли князя. Впоследствии, когда посадник стал чиновником городовым, то он сменялся по воле города, смотря по обстоятельствам. Мы видели, что посадники постоянно сменяются вследствие смены князей, вследствие торжества той или другой стороны. Причем иногда старые посадники вступают снова в должность настоящих или степенных. Один только раз встретили мы указание, что при избрании в посадники при всех равных обстоятельствах обращалось внимание на старшинство. Так в 1211 году Твердеслав уступил посадничество Дмитрию Якуничу, потому что последний был старше его. Иногда видим, что посадник, сверженный в Новгороде, шел посадничать в пригород. Причем случалось, что пригорожане не принимали его, опять, вероятно, по отношениям своим городским партиям. Но при этом легко заметить, что посадники избираются обыкновенно из одного известного круга боярских фамилий. Все вышесказанное о превращении посадника из чиновника княжеского в городового объясняется примером Тысицкого. Тысицкий существует везде подле князя в качестве его чиновника. В летописи встречаем известие, что такой-то князь дал тысячу такому-то из своих приближенных. В Новгороде и этот чиновник вместе с посадником стал подлежать народному избранию. Если право сопоставлять с князем посадника не могло быть уступлено Новгороду Ярославом Первым, произошло во времена позднейшие, то нельзя отнести ко временам Ярослава Первого и других условий, встречаемых в договорных новгородских грамотах с великими князьями. Например, «Из Суздальской земли тебе Новгорода не редить и волостей не раздавать» или «А на низу, князь, новгородца не судить, ибо мы знаем, что Мономах редил Новгород, судил новгородцев и раздавал волости из Киева». К этому должно прибавить еще, что сами новгородцы, требуя от великих князей клятвы в соблюдении вышеозначенных условий и, приводя в пример прежних князей, дававших подобную клятву, нигде, однако, не упоминают имени Ярослава Первого. Приведенные обстоятельства тем более важно, что в других случаях новгородцы именно указывают на грамоты Ярославовы. О содержании этих грамот мы должны заключить по обстоятельствам, в которых они упоминаются. В 1228 году новгородцы поссорились с князем своим Ярославом Всеволодовичем за то, что он поступил не по грамотам Ярославовым.